по идее чистят рыбу женщины по идее по какой идее мужик на рыбалку мужик на рыбалку женщины уже чистят готовят там жарят парят уху варят в общем вот такие вот у нас два карпа поймали сами вот в этой речке на карчашку на карчашку а вот и орляк первый то есть сегодня 11 мая и уже начал распускаться орляк он очень полезный его жарят жарить можно с яйцами также его маринуют, солят в общем вот такое вот растение по полю, по полю по цветущему полю слышно повернись, расскажи про промоины встречаются вот такие промоины большие то есть весной вымывает бегут ручьи то есть большое количество тает снега и вымывает вот такие ямы и потом машины едут и их стаскивает друзья вот так вот идешь и валяются рельсы металл вот большой то есть никаких вандалов у нас в лесу нету чтобы это все на металлолом сдавали ну с одной стороны это не подъемная это только техникой нужно взяткивать а и и и и и и и и друзья всем привет вы на канале сибирский бродяга С вами Жека. В общем, друзья, сегодня мы с большой семьей отправились в поход. Идем к устью реки Тельбис. В общем, будем отдыхать, устанавливать лагерь, готовить. Ну и пособираем кое-какие лекарственные растения для чая, так как у нас сейчас, друзья, тепло. Где-то на улице плюс 28. Идем в футболках. Перед походом в лес, ребята, с маленькими репетишками мы обработались рифтомидом. То есть это усиленное средство от комаров, клещей, слепней, в общем, ну и других кровососущих насекомых. Со мной у меня сегодня на шее некоторую часть едет Степан. Степан очень легкий мужичок, да? Угу. Рюкзак у меня сегодня намного тяжелее, чем весит Степа. Степа, ты сколько вешаешь? Килограмм 19? Нет. А сколько? Ну, 0 и 1. Я еще Степу плохо-маленько понимаю. Он разговаривает по-детски еще. Ну, а там где-то мама идет и дочка Тася. Вот, так что идем, друзья, на устье реки. Сейчас покажу вам широкое устье. Ну, удочку я сегодня брать с собой не стал, так как иду с ребятишками. В общем, на руках у меня и Степа. Мама у нас несет штатив, там канистру. В общем, друзья, руки заняты сегодня. Так что, ну, и сегодня что-нибудь построим, приготовим, заварим вкусного лекарственного чая и наберем домой лекарственных растений. В общем, сегодня будет такое изучательное, познавательное видео. Ну, и заодно ребятишек будем обучать техникам, навыкам лесным, приучать ребятишек к лесным прогулкам, походам. В общем, чтобы не было такого, что дети растут, потом находят себе плохие компании, гуляют, курят, пьют. В общем, вот, ребят, вот наша задача сегодня сводить детей в поход и обучить их кое-каким навыкам. Так что, ребята, смотрим, не переключаемся. В принципе, на тот берег и реки. Все, подошли к кустью. Сейчас будем устанавливать наш лагерь, вешать гамак. Оба тяжеленькие рюкзачок у меня сегодня. Буду грузить на воду. Вот сейчас будем на воде. Взяли с собой гамак Rebel Gears, чтобы ребятишкам было комфортно и уютно лежать, любоваться релаксом реки. Вот сейчас установим. Буду грузить на воду. Если заснимет. Да и мужа хана, то есть поезд. Хочешь? Павать. Что хочешь? Я хочу полежать в гамаке, вкусненько покушать и кастрожить. А ты еду брала? Нет. Где твои желания будут выполнены? А еще поплавать. Ну, ножками поплескаться. А я хочу плавать. Я хочу плавать. Почему нельзя плавать? Ну, потому что, во-первых, ледяная вода. Ну и что? Во-вторых, большое течение здесь. Так ты за руку подержишь и все. А, за руку? Да. За руку тебя держать трудно будет отпускать. У меня уже по всей тайге, ребята, уже столько станов, что уже со счету, наверное, сбился. Где только не ночевал. Давай. Ирина, тебе классно? Ага. Ирина, как хорошо. Так, на всякий случай я взял с собой сегодня походный фильтр, но он нам сегодня не понадобится. Потому что мы находимся на питьевом водохранилище. То есть, вот эта речка Тельбис, она полностью питьевая. Опять сегодня я, я же сегодня взял семейный спальник, чтобы расстелить. То есть, ночевать в нем в минус, в минус 10, в минус 5. Некомфортно было немножко, но расстелить днем, думаю, достаточно. В этом месте очень характерно, кстати, для размножения березовой чаги. То есть, это нарост, который растет на березе. Он есть несколько видов. То есть, есть комельная чага, а есть, которая растет маленько выше. Вот, и он очень полезный. И в таких местах, вот, во влажных, его очень много. И мы сегодня с вами попытаемся его отыскать. Ту самую чагу. Потому что чага очень полезная. В ней очень много витаминов, витамина С, витамина А. Да, то есть, и он, и тот самый гриб, он предотвращает развитию раковых клеток. То есть, убивает их. Ребята, пришли в лес с дровами, тут маленько проблематично. То есть, дров практически нет. Ну, у нас есть с собой ножовка. Сегодня топорик я брать не стал. Поэтому сегодня придется пилить гнилую березу. Недавно произошло здесь таяние снегов. То есть, вот тут держится вода еще. Ну, она постепенно будет высыхать. Вот. Ну, и березовый сок, конечно, мы уже опоздали собрать для нашей мамы. В общем, как я еще раз сказал, с дровами тут маленько проблематично. Поэтому будем собирать намытые, принесенные дрова водой. То есть, которые срезают бобры. Будем собирать их в алёжник. Сегодня мы будем с вами готовить, друзья, шашлык. Потом варить картофельное пюре и тушить капусту с мясом. Вот. Поэтому я буду использовать сегодня таганок от Роза Ветров и титановый шампура. Также от фирмы Роза Ветров. То есть, все ссылочки, чтобы мне не рассказывать в комментариях это каждому, я буду оставлять ссылочки в комментариях. Тесты на ура прошел? Да, тесты прошел первые на ура. Как раз у меня где-то в каком-то видео это есть. В самый раз? Да. Так, ну вот такая вот у нас конструкция будет нехитрая. Что, вкусный чай? Да, сегодня у нас будет вкусный чай. Как всегда. Да, с лекарственными растениями. Подсъем, монтаж. Все остальное. Так, чтобы нам забить стойки для котелка, нам понадобится таежная бита. Потому что топора у нас нету, заколачивать нам нечем. Давай, Сеня, давай, Сеня, давай, Сеня. На нее котелок вешаем. Вот так вот. Так вот. Вот, на место топора используем вот такую примитивную биту. Колотушку. Называется. Человек придет, когда и захочет разогреть чай, даже не догадается, как же котелок-то вешать на эту конструкцию. Это еще не гениально. И подальше. Не цепляй, да, дно? Да, я не цеплялась. Класс? Ага. Палочки надо было маленько, чуть выше. Дочь, только с разных ракурсов снимай, не больше трех секунд. Пять максимум. Дорогались. Для движения мы вместе будем плавать. Ладно. Что, нравится дым, Степа? Ага. На дым. Я буду идти. Ты сам будешь идти? Ну, я буду идти на воду. Степа открывает купальный сезон. Да. 11 мая. 11 мая 2020 года. Степа, далеко не лезь. Закаленный ребенок. Ложиться будешь? Не, не, не. Занимается моржеванием в Сибири. Сибирское моржевание. Вода ледяная вообще. А я говорю, ледяная вода. Я хочу полежать. Аж дух захватывает, да, Степан? Да. Класс, да? Конечно, не холодно. Сейчас загорись. Чайничек закипел. Сейчас будем запаривать чаек. Чайничек закипел. Пока. Субтитры делал Dima 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 Dima Субтитры делал Dima Субтитры делал Dima Добавили майонез, добавили уксус, то есть чеснок, лук Субтитры делал Dima Субтитры делал Dima Субтитры делал Dima Добавил 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 Dima